Грузинские нацисты Грузинские нацисты Грузинские нацисты Грузинские нацисты Грузинские нацисты Грузинские нацисты Полиции при этом не дозовёшься, власти бездействуют и просто не обращают внимания на подобные случаи. Обычная дорога на летний отдых обернулась скандалом. Георгий Тедеев рассказывает, в Тбилиси его хотели побить и оскорбили из-за ленточки под лобовым стеклом. Стоял на парковке, проходили молодые люди, начали сдёргивать с моей машины ленточку. А эта съёмка сделана там же, в Грузии. Оказывается, о кавказском гостеприимстве можно даже не вспоминать, если на виду гвардейская или, как её ещё называют, георгиевская лента. Выйди из машины, я тебе говорю. Выйди, чего ты не выходишь? Чего ты не выходишь? Я тебя спрашиваю. Выйди из машины, если у тебя проблемы какие-то. Сразу не получилось с них снять. Пришлось мне с ними немножко поскандалить. Эта лента – символ оккупации. Ей самое место здесь. Рассказав о своей политической позиции, гражданский активист демонстративно повязывает ленту вместо шнурков на кроссовке. Эта ленточка – символ победы. Как-никак. Не знаю, как так можно вообще. Всё это происходит с молчаливого одобрения местных властей. Пока полиция игнорирует действия активистов, они ведут себя всё более и более агрессивно. И по всему видно, что этот процесс принял стихийную, неконтролируемую форму. Как вы могли заметить, именно нападения, то есть нанесения какого-то физического вреда, там не было. Но кто-то скажет, а какая разница, в каком году это было снято? Да и не важно, что не побили, ведь всё равно нагрубили. Активисты, требующие российских туристов снять ленточку, действительно ведут себя совсем не сдержанно. В то же время, мне кажется, что если в каких-то странах или республиках что-то не принято или неприемлемо, то нужно эти законы, правила и обычаи уважать, принимать и соблюдать, пока ты находишься на чужой земле. К примеру, я слышал, что в некоторых республиках Северного Кавказа не принято, чтобы мужчины ходили по улице в шортах. И если я когда-то поеду на Северный Кавказ, то я приму это к сведению и в шортах по улице ходить не буду. Хотя в шортах мне, откровенно говоря, гораздо удобнее, чем в штанах. Но если ты не можешь принимать чужой устав, то будь добр, сиди дома. То же самое с лентами, триколорами и советской символикой. В Грузии это неприемлемо. Грузинам это не нравится. Для большинства грузин это символы оккупации их страны. Вы не согласны с мнением грузинского народа? Хорошо. Это ваше право. Вы можете воспринимать эту символику как знамя победы. У вас свое видение, у грузин свое. Грузины просят не использовать эту символику у них в стране. Все. И для особенно чувствительных жителей Грузии подобная символика может восприниматься как издевательство. Мол, смотри, моя страна оккупировала ваши регионы, а я приеду сюда и буду вам об этом напоминать. Это все равно, что размахивать красной тряпкой перед быком. Моя позиция такова. Если тебе, как жителю Грузии, неприятно видеть георгиевскую ленточку, то стоит подойти и вежливо объяснить, что здесь такое не принято. Давайте уж учитывать, что многие люди аполитичны, и они вообще понятия не имеют, что эта символика реально может кого-то задеть. Конечно, ситуации разные, но изначально все нужно объяснять культурно и без агрессии. И нет в Грузии никакой русофобии. Если бы грузины действительно ненавидели русских, то эта ненависть дошла бы до своего пика уже очень-очень давно. Не забывайте, что Абхазский конфликт разгорелся аж в 92-м году. Да, Российская Федерация воспринимается грузинским народом как агрессор, который вторгся на территорию Грузии и принес этой стране, этому народу много боли и страданий. Но это не вменяется в упрек всем русским, потому что это просто бред. Сколько жителей России против действующей власти, сколько просто аполитичных. И в Грузии это прекрасно понимают. В конце концов, если грузины такие отъявленные русофобы, то как объяснить огромный ежегодный прирост туристов из России в Грузию? Они едут туда страдать? Да и любой социальный опрос дает понять, что россияне комфортно ощущают себя в Грузии. Вы чувствуете угрозу какого-нибудь здесь? Нет, абсолютно нет. Я уже сегодня рассказывал, на самом деле единственная угроза, которую мы чувствуем, это те люди, которые нам из Питера, друзья, звонят и спрашивают, что все ли у нас в порядке. Тут все гуд, все отлично, все доброжелательные. Для россиян, вообще, для русскоговорящего такого населения, мы не видим никаких проблем. Вот я с семьей, мы отдыхаем. Довольно-таки дружелюбное, скажем так, к нам отношение. Да и не только к нам вообще. В общем, оно отношение довольно-таки лояльное, дружественное. То есть мы не видим никаких угроз, проблем. Вот скажите, вы отдыхая здесь чувствуете, ну, что-то типа дискомфорт какой-то или опасно? Нет, нет, все очень хорошо, все очень доброе и доброжелательное. А вот друзья наверняка писали, да, вам что-то типа такое происходит? Да, меня мама уже похоронила, пока я вещи собирала, но здесь все хорошо. И вот что бы вы хотели передать друзьям, например, я не знаю, россиянам? Россиянам переждать временный запрет и ехать в Грузию. А грузины строго разделяют политику, проводимую Россией, и российский народ. Русский народ мы очень любим, и мы против политики. Это мое личное мнение. Спасибо большое. А ваше? Точно такое же. Ничего не думаю в обычных людях, все нормально. Но политику России я не признаю, а к людям никаких претензий. На грузинском или русском говорить? Как хочешь, на русском будет лучше. Неправильно в людях внушать негатив на счет того, что вот тут кого-то преследуют или же опасно что-то. Я ходил на эту акцию, я видел, что русские туристы ходили на акцию даже там. И никто их не трогал, не обижал или же не оскорблял. И это неправильно вмешивать политику с людьми обычными. Политики пускай разбираются для себя, а мы люди обычные для себя живем мирно, в любви и радости. Грузины просто имели в виду, что не русские оккупанты, а политика оккупанты. Это вообще другое дело. Так что все нормально, приезжайте, заходите к нам в ресторан. Все окей, все, давайте. Обязательно приезжайте сюда. Мы обожаем абсолютно всех туристов. Не имеет никакое значение. Ты из России, из Израиля, ты мусульман, христиан. Ничего не имеет значения. Двери Грузии открыты для всех абсолютно. Приезжайте. Ты о русском народе спрашиваешь? Нам нечего делить с простым народом. Это их правительство с ума их свело. А тут-то кто их трогает? Вот возьмем меня. С чего мне конфликтовать с россиянами? Мне что, делать нечего? Но в России есть и такие люди, которые поддерживают политику по отношению к Грузии. И естественно, когда к тебе в страну на 20% оккупированную приезжают гости с символом оккупации, радости ты испытывать не будешь. Добро пожаловать всем нормальным гражданам России. Они ездят и будут ездить. У некоторых большинства есть родственники. Но Путин не должен здесь быть. И его идеология не должна быть. Никаких георгиевских ленточек не должно быть. Понимаете? Вчера я здесь и мы все отметили День Победы. День памяти и скорби. Здесь возложили цветы. Понимаете? А вас здесь не было. Вы сегодня проводите курс вашего фюрера. Понимаете? Да, я не ваш друг. Я не ваш друг. И вы не нам друзья. Такие, как вы нам и друзья. Все, да, точно. И убирайте с нашей страны. Проводники фашистской идеологии. Бандиты, коррупционеры, бля. А? Разграбил свой Путин свою же страну. А вы хлопаете ему. Хлопаете миллиарды. Да. Не могу. Не могу. Понимаете? Здесь дети, здесь ветераны. Не могу. Здесь старшее поколение, которое... Да, да. Смотрите на меня. Высказал. Вот, вот ваш Путин. Вот. Все, что делает с Грузией, с Украиной, с Молдовой, с Азербайджаном и со всеми республиками вокруг, это ваш Путин делает. Понимаете? Ваш. И вот так символ, который, возможно, мог бы объединять народы бывшего СССР, стал ассоциироваться с режимом, который для Грузии враждебен. Нужно спокойно объяснять туристам, что грузинам эта символика неприятна. И безо всяких скандалов просить не использовать ее на территории Грузии. Пересекли границу и вы уже не в Грузии? На здоровье. Ленточки, советские флаги, триколоры. Никто вам слова не скажет. Но в Грузии, пожалуйста, без этого. Я уверен, что все нормальные люди отнесутся к этой просьбе с пониманием. Ну а грузины, в свою очередь, радушно встретят всех адекватных людей, вне зависимости от их гражданства, религии, цвета кожи или разреза глаз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова